начинаем и пусть победит сильнейший внезапно ну чтож испытаем наши улучшенные скилы посмотрим что мы ему можем на практике сделать кстати не сказать что прям очень крепкий прям очень даже не крепкий вот и что окажется держи друг довольно и ты победил а как насчет нашей сделки я я держу свое слово и ты и правда хороший боец мы тоже мы уходим очко опыта давайте попробуем применить нашу очко как-нибудь простите не могу держаться но видимо наша очка пока подождет может нам здесь чего-нибудь еще дадут собрать но сомневаюсь ладно но зато верности вот этой девчоне мы теперь можем быть уверены скорее всего на все сто хотя получилось что она нас как бы и предала с другой стороны чечера это был знаю полный идиотизм что у тебя могли убить это мелочи а вот у меня плохие новости насчет того что нам собирался показать фэй насчет самого фэй он сбежал клянусь светом инспектории я предупреждал знаю знаю разберемся с этим потом для начала надо позаботиться о твоей матери что же раз мы с этим покончили осталось найти что я упустил никогда бы не подумала что брошу вызов верховному судье и тем более что это окажется так приятно посмотрим что ты скажешь когда он заявится суда возможно после этого ты недолго останешься маршалом вот не поверил бы скажи кто что ты так легко к этому отнесешься и я бы не поверила но то что было мне так дорого теперь кажется пустым звуком игрушкой сломанный компас без слепого сердца осторожно с поэзией маршал еще немного и можно в песеннице записываться идем посмотрим чем заняты другие наконец-то вот и вы вен что случилось да это творюшка которую ты призвал примчалась как бешеный около часа назад ворвалась дом никто не пострадал только стены впрочем сам посмотри я хотел сначала на маскерину посмотреть если честно у нас там какие-то новые 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 маскерины у кого-то но в частности у девчули призывает силу огня благодаря чем наносить на 50 процентов больше урона соусом движение персонаж поглощает геотермальную энергию с каждым прудным метром 2 процента от запасов концентрации фигня у вас к задают тому о стремящих вперед лошади это как помните у бестмастера в варкрафте ульта возникает цепочка из молний оглушают кстати провоцируют трех противник но все таки вот эту базовую мы пока поюзаем и здесь у нас а здесь это наша мы рады притоку метеорит но кажется мы можем еще одну маскерину разукрасить зато не так ли что у нас тут чернила ну только вот это плюс 20 урону плюс 25 процентов крону двадцатипроцентный шанс успеха то есть и того это типа 1 4 на одну пятую 1 20 а здесь типа 1 6 на одну третью 1 20 так на самом деле но окей давайте вот так сохранить и тут мы чем-то можем вот мы тоже чернил нет а нет есть видимо выбирать нам особо не приходится чем богат так сказать темы рады давайте посмотрим что там фэй учинил в доме мне интересно так значит она права кто она чичер ты должен это услышать надо же какая экспрессия оли что из них его так зовут ты что смеешься вас к прошу тебя хватит у нас серьезный разговор что случилось в том одном пределе оли увидел нечто пробудившая в воспоминания это он сделал это и не только там был текст память возвращается к нему так а что за текст что-то об артефактах он содержит предостережение отправителя империи написано незадолго до ее падения того самого который победил в гражданской войне до того который хотел спрятать артефакт если это правда он фактически признает эту войну ошибкой и лишившись небесной защиты наши города оказались во власти иных богов на земле воцарился хаос в небесах шла война иных богов из свитка который дала тебе лючей мы узнали о хаосе поглотившим землю видимо это и таких донесений о бесчинствующих ближайших районах шайках божеств а омбра вообще город безбожников все выживи которые это прочтут если в прахе моего народа вы найдете наше наследие если это наследие все еще способно дать вам силу знайте что лавкач брак жив а если выжил один бог могли и другие не повторяйте мои ошибки заберите себе дарыла в кача наследие это про маскерины артефакты были неразрывно связаны с их богом он невозможно что и маскерины черпают свою силу у него если это значит что он жив могут быть и другие и угроза катаклизма реальна клянусь эпохами ключей была права это еще не все образы и мечи с артефакты да посмотри это дерево поющее дерево это объясняет каким образом она прожила так долго надо идти вы двое оставайтесь здесь присмотрите за этим как его оли да оли когда он проснется пусть расскажет где последний артефакт все остальные за мной ну новая заметка что ж если то о чем нам поведал фэй оли произошло на самом деле значит катаклизм был войной богов или чьи права маскерины доказательства того что в нашем мире до сих пор живет древняя сущность божество возможно бедствие что положило конец цивилизации дементикатов скоро постигнет и нас или же нет у нас недостаточно доказательств они мы не можем не подтвердить не опровергнуть эти теории а потому следует держать мне оба варианта но мы точно не можем себе позволить чтобы страх перед неизвестностью помешал нам довести расследование до конца нужно сосредоточиться на делах сегодняшнего дня ведь размышления о будущем никак не помогут нам уберечь на щиты от разрушения один из изображенных на фреске артефактов кажется располагался на ветвях какого-то дерева первую очередь на ум приходит певчае древо туда мы им направимся но сначала как всегда поговорим со всеми и даже проверим что сверху никто от нас не утаился может мы сможем а с феем поговорить кстати я так понял нам предлагают максимально разношерстную компанию в том числе даже фей поле теперь как бы наш не друг ну кореш не знаю как это описать амадея что и как это бледная просто боги чичера что боги живые как это вообще понимать они что среди нас во всех других религиях боги это просто идеи а тут мы не знаем что дементиката вкладывали в понятие боги этот бряк вполне мог на самом деле быть очень талантливым смертным талантливый смертный который создал на себя самого артефакта для управления стихиями кажется это у тебя странное представление о понятии талантливый смертный послушай амадея мы слишком мало знаем чтобы делать какие-то выводы знаем лишь что где то есть очень мощные артефакты которые нам необходимо заполучить и это сейчас главное да конечно ты прав мне надо взять себя в руки хорошо надо подготовиться ам что-то мне понравилось на самом деле с девчулей и скальдоном ходить но надо все-таки остальных выгулить какой-то момент у вас все эти открытия как будто совсем не взволновали про богов-то это же такое открытие они могут быть живы чтобы это не значило я бы взволновалась если бы открытие было волнующим речь вообще-то бога настоящий я ничего не знаю бога не вижу причин приходить в ажитацию из-за каких-то туманных понятий как бы то ни было нам пора отправляться не люблю терять время окей такая деловая колбаса кальден ты был прав вчера ты беспокоился что это расследование может принять еще более серьезный оборот теперь ты понимаешь о чем я как по-твоему это правда эти боги существуют о чем если они существуют не может же во всех религиях быть одна сплошная ложь думаешь о братья может где-то он и есть мир на другой стороне может илья или зяйца как расправа шариал может я снова его увижу может быть но пока до пока у нас есть насущные задачи это уж точно я вот думаю взять например кальдена и вас как он с ним все будет хорошо кстати он немного похож на тебя это чем же все его движения решительная речь и властные это комплимент а забыл добавить что он еще дурно пахнет сойдет за комплимент из твоих уст еще как иди чищера мне нужна еще минутка лады что уж видим нам надо выдвигаться выдвигаться похоже вы торопитесь мессир чрезвычайно зал песен пожалуйста сию минуту бубу бубу но вот так и допустим вот так или вообще а типичной командой а давайте попробуем чем черт не шут хотя у нас так танка не будет совсем но сейчас посмотрим чем мы сможем ну попробуем да если верить фрески артефакт должен быть внутри самого певчего древа но как это проверить если кто и может рассказать сам историю певчего древа так это мирабас надеюсь она что-то знаю но если может быть известно что вейс стоп это что нет 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 масочник давайте быстро проверим что у нас со скиллами поскольку мы этих ребят давно не узали посмотрим во 8 очков навыков что еще можно взять подземный ход и люди с высокой степени угрозы а затем уходит под землю перемещается в указанное место у нее обнуляется степень угрозы надлом персонаж течение движется вперед на 35 единиц базового урона швыряет заточенный кусок кремния который пробивает противников насквозь раздражение усиливается передвигается атакует а давайте попробуем вот эту штуку взять подземный ход передышка у давайте вот это возьмем тоннель дальность передвижения и радиус действий иллюзии так приманка те противники получат 50 единиц урона радиусе трех метров а либо вокруг нее либо вокруг иллюзии давайте наверно вокруг иллюзии пусть все взорвется а вазка что у него есть вазка создает сферы сжатого воздуха перемещающиеся в указанном направлении когда сфера проходит сквозь противник тот получает 15 единиц базового урона седловое поле которое затягивается всех противников продюсер 6 метров призрачную белку призрачная белка давайте вакуум попробуем в него ударяет молния на себя 10 единиц урона накладывается метка воздуха а здесь противники обезвижен но давайте метку воздуха возьмем а время становления навыка сокращается супер вакуум наносит пойманных противников у а мне вот это больше нравится а единичку мы куда-нибудь можем вложить судя по всему нет но хотя бы мы вас к добили все его скиллы суперский но теперь надо бежать более далеко нам бежать не дадут ой 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 ну благо а силовая пуля у него неплохо работы так но я все равно осмотрю все но осматривать здесь нечего тогда бежим бежим быстрее орлана масочники так что силовой пуля мне нравится кстати потому что она неплохо сочетается так с нашими всякими скиллами единственное но как я и говорил у нас немножко просадку с вами идет по танковости но зато у нас довольно хороший урон орлана что произошло масочники вырвались зал я не знаю в чем дело и где мир бас вон там у древа уводи отсюда всех кого сможешь ну оглянись орлана зал песен мы потеряли я ладно позаботься о ней чичера мирабас ой 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 ну опять мы осматриваем ухты странные места в странных местах но при этом мы можем вот эти всякие штуки наши использовать и у нас ауешки очень мощные ауешки у нашего персонажа ай-яй-яй но при этом надо постоянно следить за вас к потому что ему достается прям на нем конкретно фокусят я думаю если мы его не будем сливать то у нас все будет хорошо но вот видите тут уже приходится следить за тем чтобы не слить чуваков это не так приятно как с хальду нам и девчули девчули которая маршал потому что она за себя может постоять здесь тоже ничего здесь видимо мы сюда придем когда уже мирабас спасем или не спасем я надеюсь что мы все-таки и спасем но здесь нормально такой замес вас кстати трындец наносит урона тоже ну и вот эта вот сфера она помогает очень сильно мирабас нам надо уходить древо чичера вот что их предводительница она поднимается по древу им что-то здесь нужно ждите здесь я наверх чичера позаботьтесь о своих песенницах мира и среди себя чичера побежали нам выбор особо не дают куда и что делать но игрушка действительно линейная и в этом плане нужно расслабиться и получать удовольствие зато не надо ничего решать и мучиться выбором во всем всегда можно найти какой-то позитив а ой и надо очень активно защищать наших друзей иначе иначе несчастному вас просто достанется и не забываем призывать помощь эх я почти запустил огненный шторм разве наши двойники не должны взрываться перед смертью не мне казалось все это прокачивал не так ли прокачивал смотрите ну ладно почему-то нет не работает либо у нас разные понятия о взрыве ну смысле с разработчиками игры что здесь происходит все поставил мне на те силы с фичера ключик хватит невозможно ну посмотри чего-то добился задержите его она типа освоила энергию всех массы ключи теперь кстати нам нормально влетает и нам нормально влетает за что ни за что вообще ну мы можем кайфить мастерские на без танка плохо мира я все еще подозреваю что везде могут быть спрятаны как ништяки поэтому на всякий случай осматриваюсь это не кретинизм не еще что-то на заканчивающийся на изм просто периодически вы комментили тип чувак ты там пропустил вообще кучу ништяков поэтому я теперь боюсь пропустить кучу ништяков держитесь мира так а давайте ка мы вот с этого начнем друга они тут все я смотрю маги дофига поэтому нам с ними должно быть легко справляться теории ей друг туда и вот так вот еще сверх польем давайте мира не останавливайтесь бежим 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 по вот например внезапно за спиной черт возьми да уж действительно их что-то очень много не пожалуй больше я такую команду брать не буду она конечно хорошо плане дпс но постоянно приходится смотреть за здоровьем и всех иначе все может обернуться очень плохо очень быстро причем успели еще сверху скинуть пакостей вроде больше нет хорошо теперь быстро нет нет там на фоне по моему мира бас пела нет мира мой мальчик не умирайте мое время давно истекло мира прошу вас спой спойте мне хорошую песню мира мира нет 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 сколько же их человек что мы их как бы гоним гоним убиваем они все еще умудряются оказывать сопротивление у нас там поставили это что-то новое стать о ей о ей о ей поднимем вас подавайте это очень важно но 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 станковать кроме вот этих штук особые нет он опять же я чё-то блин даже неловко себя чувствую вроде как события накаленная бегаю везде ищу маскерины и какие-то варианты обогатиться ну не то чтобы обогатиться денег в игре кстати там вообще не предоставили ни в каком виде ни разу точнее не денег а возможности их потратить лючья не надо останавливаться ты была права что ты была права насчет катаклизма насчет артефактов теперь я увидел достаточно чтобы в это поверить ты все понял я не хочу повторения катаклизма тут я с тобой совершенно согласна я знала рано или поздно ты поймешь да цели у нас общие но твоими методами их не достичь нет 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 ты так близок к пониманию очнись лючья взгляни на пожары что ты будешь спасать руины мирабас погибла из-за тебя госпожа госпожа твоя сама ничего не знает она говорит что я часть ее замысла как ты можешь в это верить когда я действительно действую против вас она не богиня лючья она может ошибаться как ты и как я она была рождена смертной нет ошибаешься она хочет объединить чьи-то вы только что уничтожили единственное что этот город скрепляло ты не прав тогда почему семя в моих руках а не в твоих живо белый шпиль отдайте приказ перекрой улицы и остановите преследователей нет проклятие нормально то есть она убила мирабас миру бас а мы такие ну тип не норм чего сейчас поговорим сейчас все выясним как бы ничего страшного тип не произошло как будто бы но как-то как-то слабо в этот момент верить но при этом у нас хороший урон она направляется к шпилю мы должны ее остановить видел какая у нее сила чичера мы не сможем надо попытаться но экипаж карета не проедет по разрушенным улицам пойдем пешком пусть близнецы доберутся до канцелярии ждут нас там у новая глава это же в заставке было кажется до первой части клянусь эпохами мы опоздали нет лады что-нибудь мы можем 333 ничего здесь не можем этот не с нами она не с нами здесь тоже мы хотя нет тоже не смогли и тут двачка навыков в разум плюс блин ему вот сопротивляемость урона не помешало и здесь от духов урон тоже нам будет клево нет 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 тристан сзади ну а нормально мы кстати все таки в итоге о чувак сам зашел прямо нашла уж чичера а я не ожидал что мне вернут контроль над персонажем о еще что-то познавательное надо выбираться отсюда чичера соберись мы проиграли шпиль потерян ничего уже нельзя сделать нам нужно убежище трон сей моря что корона должна снова собраться другого пути нет но прошу прощения миссир мы клянусь эпохами вы нашли дорогу это кто дорога да миссир дорогу мы нашли везите нас к трону сей моря немедленно чичера что происходит чичер почему ты не отвечаешь мы потеряли зал песен что значит потеряли чичера он уничтожен что как вы потеряли шпиль а вестус хотел убедиться что лечение ушло живой из упавшей звезды отправил портере обыскивать обломки я пытался его отговорить но но а что мирабас чичера она погибла три стен мирабас мертва как и большинство песенец певчее древо осквернено мы потеряли шпиль нам противостоит безумная женщина умеющая создавать маскарины единственный шанс защититься от нее это объединить город который расколот с незапамятных хвилимэон вот что происходит мне очень жаль нет не очень чичер упавшая звезда я не хочу это слышать я ты чуть не убил меня имею я право хотя бы попросить тебя заткнуться ждите здесь я зайду внутрь проверю что проверять там десятки лет никого не было просто ждите здесь там сзади что-то какой-то ништячок внезапно ну что ж знаете я смотрю так на время и думаю что самое оно нам на этом с вами и закончить поэтому спасибо андрею фиолетову максиму вабаеву мэйхаму и зуклике за то что продолжает поддерживать наш канал на патрине ну и спасибо всем вам мы все ближе и ближе с вами к концовке но пока вроде еще какое-то время нам нужно вот а на этом все всем удачи счастливо пока пока до встречи в следующем эпизоде и 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